В редакцию нашего телеканала обратились жители домов на улице Зинаиды Коноплянниковой, что в Заволжском районе города. Они рассказали, что каждый год вынуждены терпеть неудобства, связанные с ремонтными работами на теплосетях. Копают коммунальные службы всегда в одном и том же месте, говорят горожане, и аккурат после того, как там был уложен новый асфальт. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Участок дороги возле дома номер 24 по улице Зинаиды Коноплянниковой. Совсем недавно здесь было уложено новое асфальтовое покрытие. С течением времени дорожное полотно, рассказывают местные жители, изрядно прохудилось, а потому ремонтных работ здесь ждали достаточно сильно. Впрочем, когда работы завершились, радость горожан была недолгой. Буквально на следующий же день приехала Тверская генерация и, как всегда, раскопала. То есть это происходит тоже регулярно. Мы уже даже смеемся, что после укладки нового асфальта всегда надо ждать Тверскую генерацию, которая все разроет. За последние несколько лет, говорят местные жители, сложился своего рода замкнутый круг. Одни копают, другие асфальтируют, но все это постоянно повторяется и длится нередко месяцами. Ситуация усугубляется еще и тем, что по Коноплянниковой проходит несколько маршрутов общественного транспорта. В итоге жителям окрестных домов приходится пешком идти лишних 600-800 метров до ближайшей автобусной остановки на Горького. Тут три автобуса ходят. 228-й, 14-й, 205-й. Пожилые люди, дети, постоянно ездят до Горького туда идти, до центральной маршрутной этой линии, где автобусы. Там далеко. Вот, пожалуйста, бабушка идет с палочками. За разъяснениями наш телеканал обратился в Тверскую генерацию. В теплоснабжающей компании нам пояснили, что на участке возле 24-го дома в настоящее время ведутся плановые ремонтные работы. При этом сроки их проведения были согласованы с дорожными службами. И почему те положили здесь новый асфальт до работы, проводимых тепловиками, вопрос, что называется, открытый. Примечательно, что ситуация, при которой от регулярных разрытий страдают горожане, для Твери далеко не редкость. Летом прошлого года наш телеканал рассказывал о проблеме во дворе дома номер 40 по бульвару Шмидта. Территория, которая на протяжении долгого времени благоустраивалась силами и за счет средств самих жителей, оказалась вновь изуродована несколькими затяжными разрытиями. После окончания ремонтных работ благоустройство было проведено. Однако спустя ровно год наш МИДТ-40 вновь раскопки. В этом году разрыли нам 8 апреля. До 26 апреля двор стоял раскопанный, ямы, тут вода, все, 26 апреля, слава тебе, Господи, закопали. После этого я сразу же позвонила в конце апреля, говорю, когда нам проведут благоустройство. Сказали, до 1 июня все сделаем. 1 июня закончилось. Сегодня я с утра звоню, говорю, ну когда же приедут в благоустройство? До 1 июля все сделают. Будут ли проведены работы по благоустройству территории во дворе дома номер 40 по бульвару Шмидта до 1 июля, покажет время. Наш телеканал посетит этот двор еще раз и проверит, сдержат ли коммунальщики свое обещание. Вместе с тем, как отмечает депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, важно разобраться еще в одном вопросе. Почему нельзя сделать ремонт на теплосетях так, чтобы не копать в одном и том же месте хотя бы пару лет? Ситуация все-таки двоякая. Чтобы ее объективно понимать, понимать правильно, что это не кто-то назло делает, не кто-то там какой-то халатности допускает. Нужно понимать, что, к сожалению, ресурсов не хватает для того, чтобы радикально привести хозяйство трубопровода в нормативное состояние. К сожалению, финансирования не хватает на это катастрофически. Поэтому износ превышает 80 процентов. И год от года такие ситуации происходят. Это практически мы заложники этой ситуации. Единственное, чего хотелось бы добиться, что хотя бы вот эти сроки ремонта, чтобы они были все-таки более сжатыми. И чтобы территория, которую жители часто своим трудом приводят, там буквально по крохам, по сантиметру приводят в порядок, чтобы она как можно быстрее приводилась в нормативное состояние. Также Дмитрий Нечаев пояснил, что понимание со стороны руководства Тверской генерации есть. И по данному объекту они обещали ускорить проведение работ. Но в целом по городу радикально изменить ситуацию пока не удается. Ремонтные работы идут каждый год нередко в одних и тех же местах и тянутся очень долго. При этом рабочих на месте раскопа часто не бывает неделями. Большинство горожан понимает, что профилактические и тем более аварийные работы на теплотрассах необходимы. Но сроки их проведения должны быть более сжатыми. Сбудутся ли эти желания, как говорится, покажет время. Со своей стороны наш телеканал продолжит следить за ходом работ по благоустройству в местах ремонта теплосетей. И проинспектирует эти объекты в преддверии окончания их сроков. Продолжение следует...